Братоубийственная война шиитов и суннитов Логотип Братоубийственная война шиитов и суннитов Слейт.фр Франция Анри Тинк Анри Тинк Апфото Хани Мохаммед Файл В имене лицом к лицу сталкиваются вооруженные отряды двух лагерей, которые представляют две главные державы соперницы на Ближнем Востоке, Саудовскую Аравию и Иран. Кроме того, эта война позволяет взглянуть на ведущие к кровопролитию по всему региону противостояния шиитов и суннитов. Именно эта давняя и братоубийственная война двух ветвей ислама, а не полезти на израильский конфликт, сейчас формирует облик всех войн в этом неспокойном регионе. Как же так получилось? Укрепление салафитских и прочих экстремистских движений Ваххабиты в Саудовской Аравии, братья-мусульмане в Сирии и Египте в 1960-х годах вновь пробудило в суннитских странах застарелую ненависть к шиитскому меньшинству, которое, как они считают, представляет собой сборище еретиков и извращенцев. Беспокойство суннитов достигло апогея на фоне исламской революции в Иране в 1979 году и стремление Айтолы Хамейне утвердить свою модель по всему мусульманскому миру. В 1980 году ощущившие угрозу монархию Персидского залива поддержали, с согласия Запада, вторжение в Иран иракского лидера Саддама Хусейна. Война Ирака с Ираном затянулась на 8 лет и унесла жизни более миллиона человек. В Персидском заливе общественно-политическое угнетение шиитского меньшинства стало только острее. В дальнейшем игра региональных альянсов еще больше усложнила расклад. И хотя Исламской Республике не удалось распространить свою революцию, она нашла в Ливанской Хизбале, шиитское движение, стоявших у власти в Сирии Алавитах, ответвление шиизма, и шиитском иракском правительстве надежных союзников для расширения своего влияния в регионе. Причем, осуществлялось все в ущерб суннитскому населению этих стран, которое в свою очередь стало объектом дискриминации. Такое глубинное общественное неравенство и стало причиной вспыхнувших в Сирии и Ираке народных восстаний. Хотя на шиитов и приходится меньшинство в регионе, к ним относятся менее 10% 1,2 миллиарда живущих по всему миру мусульман, шиитская ось Ирана, Сирии, Ливана и Ирака стала играть решающую роль во взаимоотношениях на Ближнем Востоке. Кшииты составляют 98% населения в Иране, 75%, в Бахрейне, 54%, в Ираке, 30%, в Ливане, 27%, в УАЭ, 25%, в Кувейте, 20%, в Катаре, 10%, в Саудовской Аравии. Эта война двух главных течений ислама сыграла на руку исламистам ИК. Экстремисты воспользовались охватившим людей в Сирии и Ираке отчаянием, так что их поначалу встречали как освободителей. В июле 2014 года они провозгласили восстановление исламского халифата, он символизирует золотой век суннитского ислама, который исчез в 1924 году вместе с Османской империей. ВИК постановили упразднить границы Сирии и Ирака, которые унаследованы от послевоенных соглашений французских и британских колонизаторов по разделу Ближнего Востока. Война за наследие Мухаммеда В полной мере понять причины нынешнего братоубийственного конфликта шиитов и суннитов невозможно без погружения в историю ислама к корням войны за наследие, которое развернулось после смерти пророка Мухаммеда в 632 году, воспоминаний о проигранных битвах, мечтах о реванши, святых местах окропленной кровью шиитской земли. Как говорил историк Андрей Микель, шейзм – религия страсти и тайны. Его название образовано от арабского шио, что означает «последователи». Речь идет о последователе Хали – двоюродного брата и супруга сестры Мухаммеда Фатимы, который после смерти пророка заявил о своем праве на халифат. Мухаммед был слишком поглощен военными завоеваниями и не успел назначить преемника. Поэтому верующие вцепились друг другу в глотки. У Али было больше всего прав на наследие как у ближайшего кровного родственника, Однако первыми халифами территория государства тогда простиралась от нынешней Саудовской Аравии до Египта, стали более опытные соратники пророка Абу – Умар и Усман. Али пришел к власти только в 656 году, то есть более четверти века спустя после смерти Мухаммеда. Тем не менее его право на трон сразу же оспорил правитель Дамаска Муави, обвинив Али и его сторонников в убийстве третьего халифа Усмана. После продлившейся четыре года борьбы Муави удалось сместить Али и провозгласить себя халифом. Он стал основателем правившей из Дамаска династии Амиядов. Али убили отравленным мечом. Его гробница расположена в Эн-Наджафи, современный Ирак, и почитается как святыня шиитами со всего мира. Сыновья Али Хасан и Хусейн приняли командование алидами, другое название шиитов, и стали вторыми-третьими мамами после отца. Как бы то ни было, на первых порах в истории ислама хватало крови, и Хасана в свою очередь тоже убили в 680 году. Факел борьбы с кланом Амиядов принял его брат Хусейн, однако в знаменитой битве при Кербеле 10 октября 680 года его убили, а тело ужасно искалечили. Последователи Искуфы не успели прийти к нему на помощь, и с тех пор во время процессий в святых городах Эн-Наджафи и Кербела шииты пытаются искупить вину. Гонимое меньшинство, трагическая судьба последователей Али и его сыновей, их по сей день почитают как мучеников, породила тот самый протестный шейзм, который мы знаем сегодня. Он все еще ведут борьбу с тираном, одержим революционным насилием мессианского толка, стремлением к чистоте и смерти, экзальтациям мученичества ради триумфа справедливости и подлинного ислама. Об этом по-прежнему напоминают флаги и одежда паломников Кербели, впечатляющие церемонии самобичевания во время Ашуры, ежегодное поминание поражения под Кербела и убийство имама Хусейна. Такая религиозная экзальтация шиитов, она символизирует сопротивление и жертву, становится антиподом ортодоксальности суннитов, которые называют тех еретиками. Шиты неизменно считают себя гонимым избранным меньшинством, и нынешние трагедии в Ираке, Сирии и Емени воспринимаются ими как возрождение наполненного презрением и насилием прошлого. Они вспоминают о массовом кровопускании, которое устроили им династии Амиядов, век, и Аббасидов. Но шииты и сами не остались в стороне. На их счету тоже есть массовые убийства, например, в веке при персидской династии сафивидов, которые создали свою империю в ответ на османскую, преемницу Аббасидского халифата. Хотя шиизм и оттеснили от политики на восемь столетий, он громко заявил о себе в Персидской империи, хотя та и была суннитской со времен первых арабских нашествий. На военный и политический раскол наложился также религиозный, сравнимый с тем, что поделил в веке христианский мир на протестантов и католиков. Сунниты придерживались более строгого подхода к следованию сунни, традиции, пророка, толкованию Корана и праву. Шиизм же тоже полагается на веру в единого Бога. Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед пророк его, однако ему свойственно меньше жесткости. Это породило немало сект, и больше мистицизма. Чтобы отмежеваться от суннитов-османов, Персидская династия решила сделать шиизм государственной религией, установить персидский официальным языком и сформировать государственное духовенство. Из юристов-этиологов, оно становилось все сильнее, а сейчас вообще управляет страной. С. Века Иран стал чем-то вроде Ватикана шиизма, объясняет ислам Алакантуан Сфейер в книге «Ислам против Ислама». Прежде всего, шииты признают лишь линию Али и Фатимы. Али и его потомки считаются законными преемниками Мухаммеда, имамами мусульманского мира, которые несут в себе сокровенный смысл Корана. В дуалистическом мировоззрении шиитов по-прежнему существует такая тайная и эзотерическая составляющая. Далее, суннизм – это школа консенсуса, тогда как шиизм – школа власти, отличающаяся иерархическим и клирикальным характером. В суннизме нет посредника между человеком и Богом, то есть нет духовенства. Имамов выбирают власти или сами верующие, и их всего лишь приглашают на пятничную молитву зачитать отрывки из Корана и прокомментировать их. В шизме же имам наоборот является единственным подлинным вождем общины. Как пишет Антуан Сфейер, тот факт, что после Али имамы так и не смогли прийти к политической власти, подтолкнул их к формированию теологического оправдания и их отстранения. Так, шииты двунадесятники, преобладающие направление, считают, что род имамов остановился на 12-м имаме Мухаммаде Аль-Махди. С 874 года они по-прежнему ждут возвращения этого скрытого имама. Он должен стать новым мессией, установить на земле справедливость и благополучие до конца света и страшного суда. Двунадесятников не стоит путаться с маэлитами, их главным духовным лидером является Ага-Хан, которые остановились на седьмом имаме Исмаиле в 762 году. Таким образом, для шиитов откровения не закончились с Мухаммадом, он для них – лишь один в цепи пророков. Поэтому они ждут появления скрытого имама, который станет последним и главным пророком. Его имя неразрывно связано с надеждой на очищение мира, ведь шейзм, как и любой миссионизм, ставит борьбу на космический уровень, правоверный против грешников, свет против тьмы. Оригинал публикации Опубликовано 14 апреля 2015 года 953.